Привет, я Леонид Парфёнов. Это 1958 год. События, люди, явления, определившие образ жизни. То без чего нас невозможно представить, ещё труднее понять. Очередной год, очередная серия. Нобелевская премия трём советским физикам и одному отщепенцу Пастернаку. И в хорошем стадии заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в лице Пастернака. Буэзия вышла на улицы. Тысячи москвичей собрались на открытие памятника Владимиру Маяковскому. Фильм «Летят журавли». Первая и последняя советская победа в Каннах. Стой, белка. Одевай, одевай. Смотри. Фотография массового увлечения. А это снимок на память. На добрую, долгую память о настоящих друзьях. Запретный рок-н-ролл. Советские туристы впервые за границей. Трудящиеся опутаны паутиной кредитов. Перед ними вечная угроза безработицы. Кипятильник для всех. ГБшник майор Пронин в книгах и анекдотах. Вот находится леска. На вас 130 огласил успособность. А вы о том не забудьте обращать вас. В 1958 году в Москве на площади Маяковского, бывшей Триумфальной, ставят давно запланированный памятник поэту. Тысячи москвичей собрались на открытие памятника Владимиру Маяковскому. Среди пришедших сестра поэта Людмила Владимировна и автор памятника скульптор Кибальников. По вечерам под этой статуей агитатора горлана главаря собираются толпы. Там читают стихи. Романтическая оттепель, продолжаясь в наступающей эпохе 1960-х, назовет себя поэтической. АПЛОДИСМЕНТЫ На открытии памятника, после всех церемоний, вдруг вышел молодой человек из публики и начал читать Маяковского. Очень трудно быть смелым. Очень просто быть трусом. За ним потянулись другие. Теперь в погожие дни по выходным чтения под Маяковским собирают до 15 тысяч человек. Никогда раньше поэтические концерты не проходили бесконтрольно. Современники слышат в стихотворном размере ритм времени. Лучший девиз поколения – тот, что в рифму. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Главный кумир Евгений Евтушенко, тонко чувствуя границы недозволенного и дозволенного только ему, поэт-публицист впечатляет балладами, которые вроде не про нас, но всем же все понятно. В финале стихотворения про кубинских повстанцев, которые ненадолго захватили национальное радио, Евтушенко декламирует, но говорить хоть три минуты правду, хоть три минуты, гневный взгляд считается, что в сторону Кремля. Пусть потом убьют. Москва товарная студентов любит и вручает, дает работу. Вскоре новая, но разрешенная поэзия переместится на разрешенные вечера, прежде всего в аудиторию Политехнического музея. Ее звездами, кроме Евтушенко, становится Роберт Рождественский. Презираю надсадный виск и считаю личной обидой бледно-розовый оптимизм. Белла Ахмадулина. Так кто же победил? Мартынов и Лермонтов в дуэли той. Андрей Вознесенский. Пылайте широко, коровники, бамбура, райклубы, рококо. Потом масштабы разрастутся до дворцов спорта и стадионов. Небом едином жив человек. У Пушкина было «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». Вознесенский напишет «пока не требует поэта к священной жертве стадион». Это у него в обращении именно к Маяковскому. И когда мы выходим на стадионы в Томске или на Рижске, лужники, воспонимающие потомки, тянутся к завтрашним сквозь стихи. А чтения на площади Маяковского власти разгонят. Там с поэзией вскоре перешли на политику. С маяка вышли первые советские диссиденты, авторы сам издата. При заморозках 21 века, желая вновь пробудить оттепель площадь, опять ставшую триумфальной, опять сделают местом протестов. И одно время будут там собираться каждое 31 число. По сравнению с предвоенным уровнем, в СССР утроился выпуск изделий бельевого трикотажа. Так официально называется нижнее женское белье. Мужское тоже, но его совсем немного. В трикотажном цехе Валентина Крюкова повысила выработку бельевого полотна из искусственного шелка. Полмиллиарда изделий в год. Количество в целом соответствует потребностям, но качество – проблема до конца социализма. Пятилетний план будет выполнен досрочно. В этом никакого сомнения нет. По легенде, Екатерина Фурцева – единственная дама среди кремлевских вождей, во время своего недолгого пребывания на советском Олимпе успела сформулировать девиз – «Каждая советская женщина должна иметь качественный бюстгальтер». Урбанизация и эмансипация сформировали в СССР несколько десятков миллионов горожанок в первом поколении. Им требуется целый набор нижнего белья, без которого теперь никак не обойтись. Вместо труднопроизносимого «бюстгальтер» чаще говорят «лифчик». У советских неэластичные брители и застежки. Этот кожух дает усадку при стирке, потом везде жмет. Если глубоко вздохнуть или потянуться, может с треском оторваться пуговка сзади. Зимний закат опять окрасил улицу, красками зимой. Женские трусы в летнем варианте – просто штанишки. Зимние панталоны закрывают не только бедро, но и ляжку. Панталоны, утепленные с начесом, бикини на ватине, обязательно зимой. Пояс для чулок отчасти выполняет функцию корсета. Резинки-подвязки с такими вот стальными скобочками и резиновыми пуговочками пристегивают чулки. Вообще, соотечественницы с возможностями все исподнее предпочитают производство ГДР. В Советском Союзе разом узнали и полюбили двух карикатуристов из западных коммунистических газет. Датчанин Херлув Биттруб и француз Жан Эфель получат по Международной ленинской премии и будут избраны почетными академиками Академии художеств СССР. Оба художника стали коммунистами во время гитлеровской оккупации своих стран. Биттруб публикуется в датской газете «Ланд Окфольк». Его политические рисунки злые и идейные, будто советские. В СССР публика любит Биттруба за серии неполитических картинок, как вся жизнь человека проходит в клетке, или до чего похожи друг на друга собаки и их владельцы. Эти полные юмора и остроумия рисунки давно полюбились миллионам людей. Они принадлежат Перу замечательного датского художника Херлува Биттруба. Большой друг Советского Союза, он часто посещает нашу страну. Французская «Юманите» с воскресным приложением «Юманите Диманш» по меркам СССР вестники очень вольные. Комикс «Эфеля» по сюжетам Ветхого Завета, самой ценимой советской пропагандой за атеизм, обходится без воинствующего безбожия. Композитор Андрей Петров сочинит по нему балет «Сотворение мира». Фрагмент из спектакля «Сотворение мира». Балет подсказан рисунками Жана Эфеля. В кукольном театре Образцова поставят по мотивам рисунков спектакль «Божественная комедия». Хорошо обошлось. Ложь не тревога. А я думал, вы ослушались. Это как брат и сестра. Это можно. Только вы друг к другу близко не подходите. В живописи есть такое понятие – малые голландцы. Это не значит незначительные художники. Это значит немонументальные, обращенные к жизни, к человеку. Мастерство золотого 17-го века, первой в мире буржуазной республики. В Селигер-Сити свой парк размером в 4 футбольных поля, свой пруд, благоустроенная набережная, спортивные и детские площадки для разных возрастов, скейт-парк, площадка для выгула собак и Wi-Fi на всей территории. В двух минутах от метро «Селигерская» строится своя Малая Голландия. Целый жилой квартал – островок голландского стиля. Селигер-Сити – единство голландского дизайна, русской классики и актуального благоустройства. Дома с перепадами высотности от низкоэтажных до небоскребов. Это разнообразно, выразительно и узнаваемо раз и навсегда. Селигер-Сити – совместный проект знаменитого голландского архитектурного бюро «МЛА-Плюс» и компании «МР-Групп» восьмикратного девелопера года в России. Поэтому корпуса называются в честь русских и голландских художников и путешественников. Квартал будет готов уже в этом году. Конечно, можно поехать в Амстердап на выходные, а можно постоянно жить в своей маленькой Голландии. Подробности в описании. В некотором царстве, в некотором государстве жил-то был сильно могучий богатырь, гроза преступного мира майор Пронин. Ну, где жулики, что, не своруют? Корову ли уведут? Белугу ли украдут? Так, 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 так. Он сразу найдет. Молодец. Выходит, повесть Льва Овалова «Медная пуговица» – самая большая книга о майоре Пронине. Первый советский сквозной детективный герой будет еще действовать и во множестве анекдотов про вездесущую госбезопасность СССР. Первые рассказы про майора Пронина вышли еще до войны, но их автора тогда арестовали. Главный редактор журнала «Вокруг света» Лев Овалов, псевдоним от настоящей фамилии – Шаповалов, сюжеты брал из головы, но вроде бы на Лубянке решили, что автор выдает их секреты. Отсидев 15 лет, писатель снова принимается за Пронина. Действие «Медной пуговицы» происходит в оккупированной фашистами Риге. О советских спецслужбах уже наслышан весь мир. Повесть о майоре Пронине переводят и на Востоке, и на Западе. В Венгрии и Чехословакии по ней снимут сериалы. Как хорошо, что ты надел бронежилетами. В СССР майор Пронин – нарицательный детективный герой. Где бы что ни замыслил враг. Советский офицер тут как тут. Эту всепроникаемость обыгрывает множество анекдотов. Хрущеву во время визита в Индию ну очень понравилась полуголая танцовщица. Он запускает руку под набедренную повязку красотки и замирает пораженный. А красотка говорит «Сохраняйте спокойствие, Никита Сергеевич», докладывает майор Пронин. Кипятильник электрический погружной. Прибор, без которого немыслим советский быт, включен теперь в торговый словарь, что означает повсеместное его распространение. Элементарный агрегат – нагревательная спираль внутри согнутой трубки. Без этой вещицы не представим советский командированный. Он всюду мотается со своей кружкой и заваркой. С кипятильником коротают ночь бесчисленные дежурные и вахтеры. Он заначен в каждой армейской коптерке у солдат-старослужащих. Перегоревший кипятильник может быть причиной пожара. Начальство периодически запрещает бытовые электроприборы. Обычно это кипятильники и обогреватели. Но их только понадежнее прячут. У хозяйки для бака или ведра предназначен большой кипятильник – запастись кипятком для стирки. Стиральные машины массово появятся через десятилетия. А еще каждое лето горячую воду в городах отключают минимум на две недели. И тогда без кипятильника толком не помыться. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях лауреат международного конкурса имени Петра Ильинича Чайковского – пианист Ван Клиберн. В 1958 году первый международный конкурс имени Чайковского дарит советской публике американского любимца – пианиста Вена Клайберна. В СССР его зовут Ван Клиберн и просто Ваня. Оргкомитет возглавляет Шостакович. На конкурсы пианистов и скрипачей съехались 62 иностранца из 22 государств. Это еще один фестиваль молодежи – музыкальный. Выступления конкурсантов транслируют по радио. Лауреат конкурсов в Париже и Праге. Ученик профессора Бойстраха – Валерий Климов. О его исполнении мы слышим «Размышления» Чайковского. У скрипачей первые две премии получают советские исполнители Валерий Климов и Виктор Пикайзен, третью – румын Штефан Руха. Лауреат среди пианистов – 23-летний техасец Клайберн. Его запись первого фортепианного концерта Чайковского впервые в истории классики станет платиновой. Клайберн в этом же году получит приз Грэмми. В признании американца победителем особо сказалась жгучая любовь-ненависть к США, сопровождающая все правление Хрущева. Они тянутся к нашему Чайковскому, значит, признают наше превосходство в музыке. А мы до того уверены в своих силах, что у себя дома великодушно признаем их на этот раз сильнее нас. Клайберну устроены сольные концерты с оркестром. Вы знаете, что я люблю вас все. И что с нетерпением буду ждать тот день, когда снова встречусь с вами. В США московский успех соотечественника тоже вызывает фурор. С 1962 года в Техасе начнут проводить конкурсы пианистов имени Вэна Клайберна. При Хрущеве проходит последняя в СССР антирелигиозная кампания, закрывают свыше 4 тысяч храмов. Священников и верующих вытесняют в положение маргиналов, доживающих свой век. Мол, в церковь только отсталые бабки ходят, а они перемрут, и все. Хрущев обещает в скором будущем показать по телевизору последнего попа. Постановлениями ЦК и правительства с 1958 года обителям запрещают применять наемный труд. Их земельные наделы сокращают, восстанавливают налог со строений, вдвое повышают налоги на храмовые участки и на свечные мастерские. Снова запрещают колокольный звон, разрешенный в 1941-м. На одной из тихих московских улиц находится соборная мечеть. Мечети не закрывают, опасаясь реставрации басмачества. Ликвидация православных приходов, как правило, сопротивление не вызывает. Закроют даже Киево-Печерскую лавру. Те, которые поведают на небе, кто здесь страдает, там будут блаженствовать. Пусть здесь пересадки. Мы можем ракету им представить. Верующие отстоят Ричульский монастырь в Молдавии. Одного его защитника милиция застрелит, пятерых ранит. И архимандрит Алипий не подчинится приказу о распуске братьев Псково-Печерского монастыря. Фильм Михаила Колотозова «Летят журавли» получает первую и до сих пор последнюю для отечественного кинематографа «Золотую пальмовую ветвь». Высшую награду главного в мире Каннского кинофестиваля. С огромным успехом прошли советские фильмы по фестивальным экранам Канна. Долбы зрителей осаждали кинотеатры, где демонстрировались «Летят журавли». По сборам в национальном прокате у него за 1958-й только пятое место. Это потом фильм сочтут главным киношедевром «Оттепели», Татьяну Самойлову «Лицом эпохи», а работу оператора Сергея Урусевского – исключительным достижением экранной выразительности. Стой, белка! Одевай, одевай! Вероника не дождалась фронта Бориса. Он погиб, а ей надо жить дальше. Сценарий Виктора Розова заострен сверхподвижной для 1950-х кинокамерой и невиданными экранными решениями. Негероическая история, оступившаяся героиня и снято все как-то не по-нашему. Нарушить сразу столько канонов и выйти в прокат удалось, может, потому, что Калатозов раньше был замом главы Госкино СССР. Синефильские канны эту новую искренность встречают восторженно. Летят журавли, видят мировым кинопрорывом, поразительно русским высказыванием о войне и мире. Первые ручки оттепели, такие чистые и звонкие. Летят журавли в советский фильм на экранах Нью-Йорка. Фильм отмечен высшей наградой фестиваля за единство и высоту всех художественных компонентов и гуманизм. Приз вручен Самойловой за лучшую женскую роль и Урусевскому за операторскую работу. О Каннском триумфе сообщает только заметка в известиях, без фото. На родине фильм смотрят около 24 миллионов человек. Это много, но такой же процент населения фильм собирает и во Франции. Эстетика 1960-х еще не началась. Журавли ее только закладывают. Это пока опередившее время кино для киношников. Ты думаешь, что кому-нибудь сына на войну отправлять хочется? Потом монтаж пробега Бориса, Алексея Баталова, по лестнице за Вероникой и его гибели с падением навзничь признают одним из колотозовских открытий. После кадров кружения берез, снятых с самодельной вращающейся тележки, нарицательное понятие «Урусевский» станет прозвищем каждого ищущего кинооператора. В 1958 году выпущен первый каталог отечественных пищевых концентратов. Он оформлен в стиле книги о вкусной и здоровой пище. И составители уверяют, что обезвоженное мясо после варки почти не отличается по вкусу и питательности от свежего. Заглянем в другую квартиру. Здесь живет семья Жориных. Доброй хозяйкой слывет Александра Васильевна. Молодой работающей горожанке некогда стоять у плиты. Конительная готовка пусть остается уделом домоседок, ждущих мужей с работы. Концентраты – веление урбанизации и эмансипации. Выбрать брикет и бросить его на 15 минут в кипяток. Минпищепром выпускает в брикетах каши, супы, горячие вторые блюда, кисели, детское питание. Компактный продукт быстрого приготовления, занимающий в рюкзаке минимум места, непременный спутник туристов, новых героев современности. Лев Куклин напишет текст песни самодеятельных альпинистов. А там концентрат перловой лопой – вот такая наша жизнь. С выходом первого русского издания романа «Три товарища» в СССР начинается шумная слава Эриха Марии Ремарка. Главный герой Робби с товарищами Отто и Готфридом работает в авторемонтной мастерской. Робби обожает чудесную девушку Патт. Крепкую дружбу и большую любовь омрачают преследующие кошмары Первой мировой войны, которую прошли парни. У меня два товарища. Мы столько лет сражались вместе. Я не могу их подвести. И кризис, наступающий в их родной Германии. Люди, они в смятении, рвутся в разные стороны в поисках мира и надежды. Огромный и мгновенный успех трех товарищей будут потом объяснять непризнаваемой советской литературой темой потерянного поколения. Мол, у нас после войны и развенчания Сталина тоже такое возникло, но книжек для него не писали. Тиражи книг Ремарка, «На западном фронте без перемен», «Триумфальная арка», «Время жить и время умирать», «Жизнь взаймы» расходятся мгновенно. В библиотеках на них записываются в очередь. К 70-м годам Ремарк останется самым любимым автором только первого поколения своей советской аудитории. Популярность у молодежи иностранной музыки, особенно танцевальной, впервые признана в СССР политической проблемой. Вместе с одеждой и прическами на западный манер музыка образует триединую идеологическую диверсию, борьба с которой будет теперь вестись до конца социалистического строя. Из-за потерь в войну граждане до 30 лет – почти половина населения страны. «Молодые ленинцы, те, кто принимает сейчас эстафету от представителей Ленинской гвардии и посвятит свою жизнь великому делу строительства коммунизма». За воспитание молодежи отвечает комсомол, и на его 13-м съезде первый секретарь ЦК ВЛКСМ Шелепин при всех кремлевских вождях в президиуме бьет в напад. За четным докладом выступает секретарь Центрального комитета комсомола товарищ Шелепин. Американский танец рок-н-ролл воспитывает разболтанность, поощряет ненужные и нежелательные чувства. На комсомольской конференции Москвы, где влияние чуждой моды особенно велико, танцующих рок-н-ролл называют проповедующими свободную любовь. Свежий музыкальный репертуар доставляют вещающие на СССР западные радиостанции. Rock Around the Clock Билла Хелли станет первым западным суперхитом, известным всей продвинутой городской молодежи СССР исключительно по альтернативным источникам. Следом так узнают Литл Ричарда, Чака Берри и Элвиса Пресли. В декабре 1958-го бывший оберкомсомолец Шелепин возглавит КГБ, и музыкально-танцевальный фронт станут защищать органы госбезопасности. Родина слышит, Родина знает. Думай о мире, едут к нам гости, Ты слушайся каждому их языку. Greetings to Moscow! Живи о Москва! Моцки-кейбонцы! Салют о Москве! Добро пожаловать в Москву! Мы говорим друзьям, Открыты двери, Заходите в каждый дом! В прежде совсем закрытом СССР организованы выездной и въездной туризм. Здравствуйте, дамы и господа! Вы сошли на советскую землю? Мы рады видеть у себя деловых людей Соединенных Штатов Америки. Тут главное не путешествие, а пропаганда. У себя иностранцам демонстрируют достижения социалистического строя, а за границей лучших представителей советского народа. Фестиваль молодежи и студентов показал, что организованно впуская иностранцев, можно увеличить число сторонников страны за рубежом. За границей начали продаваться туры в СССР, кроме осмотра достопримечательностей, интуристов везут в передовой колхоз-миллионер. А все это богатство означает, что не за горами день, когда по производству продуктов животноводства на душу населения мы, несомненно, догоним Америку. В заводской клуб на плотину гигантской ГЭС газеты пишут, как поражены иностранцы грандиозными свершениями. С 1937 года, когда я последний раз был здесь, в Москве произошло много изменений, которые мне очень приятны. И непременно уверенностью советских людей в завтрашнем дне. Мы снова на улицах Москвы. Всюду туристы, зарубежные гости. Выездной туризм, особенно в капиталистические страны, дело даже более ответственное. Во-первых, нужна характеристика с места работы за подписью директора, руководителей партийной и профсоюзной организации. Потом собеседование в выездной комиссии, горкома или райкома партии. Отбор самых достойных. Инструктаж. Высоко нести за рубежом звание советского человека. Не преклоняться перед обществом потребления. Уметь вступить в дискуссию и дать отпор провокации. Группа получает загранпаспорта с выездной и въездной визами, а также сопровождающих. Руководителя, ответственного работника, переводчика и негласного сотрудника КГБ. Вся программа пребывания коллективная. Вернувшись, руководитель пишет отчет о том, как экскурсанты сумели разглядеть за сверкающими витринами бесперспективность буржуазного общества. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо-туристо, публика морали, ферштейн, все быстренько. Путевки дорогие, обмен валюты крохотный, большой тяги посмотреть мир у сограждан нет. За границу на свои деньги тогда ездят по несколько тысяч человек в год. Громоздкая система оформления выезда сохранится до конца строя. А как производится знаменитая русская водка? Автоматика гарантирует чистоту продукта. Государство дорожит своей водочной монополией. Из-за самогоноварения установлена уголовная ответственность. До трех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но повсеместно распространенное зло это неискоренимо. К тому же, криминальный характер содеянного чаще не очевиден. Власти сократили места продажи водки и ее розлива в общепите. Это стимулирует самогоноварение. Без каких-нибудь особенных затрат Создан этот самогонный аппарат. А приносит от друзьям доход. Между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. В 1958-м за изготовление самогона посажено 52 тысячи человек. Причем женщин больше, чем мужчин. Своегорячительная часть домашней готовки. МВД и Верховный суд в справке для Кремля объясняют, 95% всего самогона производится для собственного потребления и из своих продуктов. Свеклы, ржи, картофеля. Так что тут нет ни незаконного предпринимательства, ни хищения социалистической собственности. А в южных республиках перегонка остатков винограда на крепкий домашний алкоголь национальная традиция. Ее и не пытаются пресекать. Строгость закона, как всегда, смягчается его невыполнением. И потребление спиртного только растет. Перегонки. Видите меня. Но я хочу показывать. Не хочешь? Да. А что? Неприятнее. Писатели – это артиллеристы. Это артиллерия. Самый большой внутриполитический скандал хрущевской оттепели. Борис Пастернак передал на Запад для публикации свой отвергнутый советскими издательствами роман «Доктор Живаго». Писателю присуждена Нобелевская премия. После кампании травли Пастернак отказывается от награды, но гонения не прекращаются. В 500-страничном романе о нескольких десятилетиях русской жизни врач и поэт Юрий Живаго мучим своей несовместимостью с революцией, гражданской войной и советской властью. Любительская съемка. Иностранные журналисты приехали в Переделкино поздравить поэта с Нобелевской премией. После отказа на родине первая публикация романа в 1957 году по-итальянски. Всего за два года выходит издание на 23 языках. По-русски впервые печатают в Голландии. 23 октября 1958 Нобелевский комитет объявляет о присуждении Пастернаку премии по литературе за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы. Первым поздравил поэта Корнея Ивана Щуковского. На утро после присуждения на дачу к Пастернаку в поселке писателя Переделкино приходит глава Союза писателей Константин Федин. Гость требует немедленного отказа от премии, но хозяин не преклонен. В Союз писателей Пастернак пишет письмо. Ничто не может заставить меня считать эту почесть позором. Через четыре дня Бориса Пастернака исключат из Союза писателей. Президиум ЦК КПСС принимает постановление о клеветническом романе Б. Пастернака. В прессе и на производственных собраниях рабочие и колхозники проклинают книгу, которую в глаза не видели. В истории войдет оборот «я Пастернака не читал, но осуждаю». Как говорится в русской пословице «и в хорошем стаде заводится паршивая овца». Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе и в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым произведением. Этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Наконец власти находят, как надавить на Пастернака. Его возлюбленную Ольгу Ивинскую лишают работы. Лауреат отказывается от Нобелевской премии. Под угрозой высылки из страны Пастернак пишет примирительное заявление. А почему бы этому внутреннему иммигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался. Пусть он стал бы действительным иммигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Весной 1959-го лондонская Daily Mail публикует Фоксимеле и подстрочный перевод стихотворения Пастернака Нобелевская премия. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. После этого генеральный прокурор СССР Руденко два часа грозит Пастернаку уголовным делом за измену родине. Мол, не хотел, чтоб выслали, так посадим. Запрещены встречи с иностранцами, нельзя получать гонорары из-за границы, режим новых строгостей продлится до кончины Пастернака от скоротечного рака легкого. Мировой бестселлер еще при жизни автора доктор Живаго войдет в число главных книг 20 века. Голливудская экранизация 1965 года получит пять Оскаров. Вы грамотный, чего они там пишут-то? Ленин в Москве. После 30 лет там издата и сам издата роман опубликуют на родине в перестроечном 1988 году. Частично те же деятели, что исключали Пастернака, посмертно восстановят его в союзе писателей. В 1989 Нобелевскую премию за отца примет сын Пастернака Евгений. Лет небесный синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он меня означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цвета голубого не отдам. Фотография родилась раньше кинематографа. И самые старые документы хранятся в этих альбомах. Выпуск фотоаппаратов достиг в СССР полутора миллионов штук в год. Любительская съемка массовое увлечение. Почти в каждом доме есть свой светописец, пополняющий семейный фотоальбом. Фотоаппараты среднего класса Зоркий и ФЭД. Выше Зенит и Киев. Даже если купить самую доступную модель смена, еще столько же потратишь на полный комплект техники. Фотоувеличитель, красный фонарь, ванночки для проявки и закрепления фотографий, расходный материал, только успевай пополнять, пленка, реактивы, фотобумага. А это снимок на память. На добрую, долгую память о настоящем друзьях. Основной мотив остановить мгновенье, конечно, семейная летопись. День рождения, проводы в армию, выезд на дачу, грибов много принесли. Как такое не запечатлеть? В альбом с бархатной или каленкоровой обложкой помещают избранные снимки, на обороте указывая дату. Среди профессионалов встречаются и фотографини, но фотолюбители почти сплошь мужчины. учатся снимать обычно по книге Владимира Микулина 25 уроков фотографии, которая с нуля объясняет технику и технологию фотографирования. Пособие выдержит более 20 переизданий. Скандал с Пастернаком Паутих и СССР гордится другой Нобелевской премией 1958 года, которая властям по нраву. Высшего мирового признания удостоены советские физики Игорь Там, Илья Франк и Павел Черенков. 26 лет назад Черенков, тогда аспирант академика Сергея Вавилова, обнаружил, что голубое свечение гамма-лучей радиов-жидкости необычная люминесценция. Через три года после этого Там и Франк, тоже вавиловские ученики, истолковали излучение Черенкова-Вавилова через свойства электрона, движущегося со сверхсветовой скоростью. Ученые вместе экспериментально подтвердили свою теорию. Свечение было настолько слабым, что его можно было наблюдать лишь в абсолютной темноте, на пороге чувствительности глаза. Поэтому ученые сутками не показывались на белый свет. В 1946 году Вавилов, Черенков, Там и Франк за эту работу получили сталинскую премию. Вавилов в 1951 умер, а Нобелевская премия посмертно не присуждается, и новую награду теперь получают втроем. Нобелевскую премию вручает король Швеции советским ученым Павлу Алексеевичу Черенкову, Илье Михайловичу Франку, Игоре Евгеньевичу Тамму. В новом фильме «Мистер Икс» по оперетте «Принцесса цирка» главную роль играет единственный всесоюзно известный артист из Эстонии Георг Отц. Для него всегда быть в маске привычное состояние. Вроде и советский артист, а будто непроницаемый для идеологии. Праздник Парано, счастье смело Могу сказать В цирке Не будем мы скучать Фильму достается успех неслыханный для экранизации оперетты. Нездешние страсти в заграничных костюмах среди роскошных интерьеров. Полпред самой западной союзной республики Георг Отц там, конечно, главный иностранец. Устал Я греться У чужого огня Но где же сердце Что полюбит меня Живу без ласки Боль свою затая Всегда быть в маске Судьба После таких слов спасти героя от одиночества мечтает каждая зрительница. Русским Отц владеет свободно, но чуть слышна нездешняя интонация, что придает голосу особое очарование. С той же благородной сдержанностью Отц выступает и на эстраде, приносящей ему наибольшую популярность. Членство в КПСС, две сталинские премии, звание заслуженного инородного артиста Эстонии, потом народного СССР, высшее в Союзе. И все это при северной невозмутимости, которая не покидает Отца никогда. Тихо плещет волна, ярко светит луна, вдоль берега моря идет и поет, и поет. Вы смотрели События, люди, явления 1958 года. Следующая серия год 1959. Догнать и перегнать Америку. Товарищ Сталин, вы большой ученый. Убит Бандера. Модели Диора в Москве. На Кубе переворот Фиделя Кастро. Добровольные народные дружины. Генерал Деголь, президент Франции. Начальственная, потом свадебная машина Чайка. Главные кинодивы Брежит Бордо и Марина Влади. До следующей серии и следующего года. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова